здравствуйте друзья что рассказать вам о сегодняшнем дне сегодня был второй день когда занимался класс в котором у нас наталья квик блогер из подорландо флорида и там был такой философский вопрос сколько их соберется и надо будет им учиться с утра или мы их переведем на вторую смену чтобы в большем классе больше классной комнате получилось так что их там как бы пограничное было количество но они очень не хотели учиться во вторую смену а все хотели учиться именно с утра вот не знаю чего не так но во таком случае втиснулись втиснулись маленькую учиться по утрам может быть даже там еще пару человек подберется к этой группе я не знаю там некоторые в дороге были я помню вот есть в общем несколько человек который может быть дороги так что поглядим а бывает кто-то вот и не выдерживает он там бы занимается два-три урока и говорит ребята что-то я не могу не мою так тоже бывает ну скажем на 30 человек в группе там может быть один это обычное дело и посмотрим у нас как бы специфика того что тут в этой группе у нас наташа которая со своей камеры там народ но не то чтобы сильно всех пугает но некоторые как-то так они отворачиваются голову наклоняют чтобы она их там не сильно с ним засняла есть люди стеснительны вот а есть люди с разными соображениями почему лучше им там не показываться тоже бывает поэтому она меня снимает вот ей там ребята на канале значит пишут вопросы о школе и ко мне вот тоже говорят наташа вы у михаила спросите вот мы с ней только что сели и минут там может быть я боюсь собрать даже 20-25 поговорили отвечая на вопросы понимаете сложно отвечать прямо таки на вопрос потому что я за вопросом сразу вижу какую-то более такую обширную тему и мне хочется побольше рассказать или там как то так может быть издалека подойти но ничего страшного во всяком случае у наташи обычное дело что видео может быть там и 20 минут и 40 и час и когда она меня спрашивает а ты смотрел вот это видео я думаю как же его смотреть если там на 40 минут вот поэтому я правда стал сейчас немножко подслушивать то есть я могу что-то делать и где-то там в бэкграунде идет какой-то разговор и собственно так же как мои то вот еду я за рулем что там смотреть это вот можно просто разговором ограничиться наташа у нас немножко такая напуганная я вижу она там ошалела балька хотя на самом деле это общее такое дело не первые недели две-три у человека ощущение что он куда-то попал вообще и ему оттуда не выгрести потому что процесс интенсивный раз человек оттут от отвык сидеть на стуле пять часов в день вот конечно там перерыв есть там покушать можно все такое но но все равно я я по себе знаю вот когда я страхованием занимался и там пару раз год на какие-то семинары ходил по страхованию это бы по шесть часов бывало и по восемь бывало мама родная тоже как как тяжело просто на стуле высидеть как тяжело поэтому в общем такое дело но у нас курс разнообразный то есть я вчера рассказывал так в целом о профессии вводный урок сегодня им пять часов значит на более таком глубоком уровне примерно о том же но там ближе к такси к разработке программного обеспечения и к тестированию вот и так некоторые мне сказали что вроде как-то им поспокойнее даже стало потому что что-то я их напугал не знаю человек напугал я обычно пугают тем что кое-что заниматься вот как-то такое ощущение у многих что вот уже сел в класс ну чё теперь заниматься теперь вот поезд должен отвезти до станции назначения оказывается еще надо заниматься ну не знаю завтра у них начнется там технологическая тема они html начнут следующий день у них по моему проект они начнут знакомиться с программным продуктом который занимается тем что там можно петиции заполнять то есть вот если соберется много народу чтобы подписать петицию тогда ее компания обязуется доставить в руки тому кому надо доставить там билл гейтсу значит билл гейтсу там президенту обами значит президенту обами вот есть есть такие сервисы так что вот они такую штуку будут тестируют и должны с ней сейчас познакомиться я думаю что когда руками люди делают они легче воспринимают потому что очень многие из нас я думаю что гораздо больший процент людей вот нас до всех гораздо больше процент нас в прикладном процессе лучше изучает чем в сугубо таком теоретическом когда смотришь на доску и слушаешь преподавателей думаешь к чему бы это он клонил тут да а так вот вроде руками сделать госпома родная вот вот это оказывается о чем мы тут говорили если вы читали когда-нибудь мольера мещанин во дворянстве почему-то вот при коммунистах мольер был в фаворе его ставили в театрах театре сатиры там шли какие-то его вещи я помню московском но не суть мещанин во дворянстве и там господин журден такой мещанин который вот так стать стал знатным у него деньги появились и там есть замечательная история как к нему пришел учитель который учил его правильному произношению в частности звук а как по-французски не знаю как как он там ему гундосил это все но во всяком случае он ему говорю язык туда поставь небо сюда значит тут напряги и там расслабь и он никак не мог этот арт произнести вот а потом уже когда он понял что он так не может он просто сказал ар и в общем все получилось и господин журден говорит в восторге он год надо жигать столько лет жил и не знал как надо произносить звук ар который не так все произносил в общем-то ему хватало вот так вот и многие с тестированием вот они когда до дела доходят они совершенно естественно это делают а пока вот значит изучают думают надо же вот это не оба туда язык сюда кончик подогнул там и и и гундосишь вот значит а он окажется уже давно тестер просто не догадывался об этом вот такая история ну что же день заканчивается и завтра будет другой так что до завтра а а